Привет, друзья! Так, у нас новый день, новые дела. Сегодня будем отметать по оригиналам. Оригинал! Что это значит, покажу позже. Так, у нас две посылочки будет из Саратова и Сочи. Так, сейчас пока немножко в сторону. Потому как необходимо сделать телефон 11. Это у нас приобретение из нашего магазинчика. Телефон в отличном состоянии. Сейчас его сделаем в модификацию на две физические сим-карты. Телефончик у нас отлетает в Ростов-на-Дону. Ну, покажу саму процедуру. Я думаю, владельцу будет приятно интересно посмотреть вообще на аппарат. Как бы что внутри, что да как, как все сделаем. И вообще, в принципе, аппарат вообще, как вот сейчас у нас много позиций 11-х, в идеальнейшем состоянии. Очень хорошая трубочка. Отличная вещь. Так, делаем. Тут даже редкость на самом деле довольно большая, но в комплекте даже проводок есть. Сейчас обычно, знаете, все эти вещи с собой берут. И да, это, кстати, тонкая коробка, это новое производство уже. Это где не идет в комплекте зарядный блок. Но для 11-х это довольно более частая история. Сейчас покажу. Да, для 11-х это более частая история на самом деле. Вот тонкая коробка, нежели толстая. Вот у нас есть еще один 11-й тоже в красном цвете. И вот различия у них идут вот. Это вот как раз производство первое, когда еще клала Apple зарядные блоки и, соответственно, толстая коробка. Это идет просто с проводком. Так, да, открываем, все покажем, все расскажем. Отличное приобретение на самом деле. Телефончик великолепный. Так, врубаем. Ну и да, что будем делать? Кто не в курсе, это такая вещь идет, что вот это непосредственно называется механизм SIM-холдер для физического считывания SIM-карт. Такие механизмы Apple ставит в азиатские телефоны, где предусмотрена, ну, выпуски, поддержка этих телефонов. Европейцы, американцы и прочий остальной мир идут с поддержкой eSIM. И по-простому туда установив оригинальный SIM-холдер, мы получаем возможность считывания двух физических SIM-карт. На самом деле, это как бы многим востребовано в наших условиях, в нашей стране, потому что множество операторов много отдаленных там точек, где там может не быть такой возможности, либо еще что-то. Просто всякие критические высказывания, зачем это, зачем это, если SIM-карт, ребята, вы поймите, когда вы, допустим, живете в мегаполисе, у вас там с этим нет вопросов. Там чуть дорогу перешли, там через речку, там уже может быть совершенно другая история. Поэтому тут разделяйте, понимаете. Так, сейчас задача аккуратненько его открыть. Аппарат не вскрывашка, это мы сейчас и удостоверимся. Так, ну и да, стараемся показать этот момент при возможности. Ну и чтобы наглядно было новому владельцу, телефончик не вскрывашка, не валяшка вообще. В идеальном состоянии, внутри вообще ни пылинки, ни соринки. Так, сейчас извлекаем старый механизм, односимочный, односпальный. И устанавливаем двухспальный. В данном случае минимальные телодвижения, тут даже разбирается минимальная часть со всем. Так, достали односпальную кроваточку. Ну вот, не знаю вот почему, да, Apple любит вот такие вообще маркировки обозначать, то есть свое причастие к этому элементу обозначить. И это непосредственно Apple Logo Original. Так же, как и на двуспальном. Apple Logo Original. Так, устанавливаем двуспальную кроваточку. И да, сим-клатки сами отличаются так же. То есть вот на одностороннем здесь идет как бы только под одно место. Двуспалочка, вот она имеет два разъема для сим-карты. Да, так же обращу внимание, что очень аккуратно открыл. Родная проклейка по периметру, по контуру осталась целой, не затронутой. То есть ее родную, она довольно свежая, здесь аппарат вообще свежий. В пользовании несколько месяцев ее менять нет смысла. Родную оставить в приоритете. Но оставляем только в том случае, если она без надрыва контура осталась. Она вся целенькая. Так, итак, спина к спине. Две симочки зарядили в кроваточку. Ватыкаем. И у нас есть два интерфейса сотовой сети. Две симочки считают. Так, все окей. Так, все по красоте в не тронутом виде. Закрываем. Да, забавный момент, вот уже как-то говорил про это, но вот продукт так сделан, что вот его даже, в данном случае, да, вот меня вот этот сим-холдер и не снимал экран. И вот было необходимо сделать вот такое смещение экрана. Так, да, немножко отвлекся. Да, и вот такой момент вот, то есть при вот этой процедуре, да и вообще вот, не знаю, даже при любой другой, чтобы снять, первоначально отключить аккумулятор, вот такое смещение, да, экрана предусмотрено. И вот тут даже рисочка специально сделана на шлифе, чтобы это можно было безопасно сделать. То есть тут, в принципе, вот как этот продукт создан, он предусмотрен для того, чтобы эту вещь можно было обслужить. по замене батарейки, по замене экрана, по всем этим вещам и можно было это сделать гуманно, безопасно по отношению к самому устройству. То есть это просто правило создания устройства, чтобы его можно было обслужить. Это к чему, что большинство альфонов современных создано как одноразовое устройство и не предусматривает вот такой какой-то там гуманной замены чего-либо в нем. Так, закрываем, отправляем. Сейчас поклеим еще защитная стеклышка с обезьянкой и все готово. А, ну и сбросим устройство. Пашний человек, сказал Майкл Джексон. И он. Так, все, друзья, все готово. Так, все, аппаратик у нас получает нового владельца в Ростове-на-Дону. Вам привет. Так, а мы продолжаем и давайте начнем с Сочи. Ух ты, кубик-рубик интересный. О, мой любимый цвет. Это коралловый iPhone XR. Классный цвет на самом деле. Вот его вариация сейчас есть iMac выпущен. Вот примерно вариация этого цвета. Там, ближе вот к этому. Такой вообще прикольный. Кстати, довольно редкий цвет вообще. Очень попадается в работу. Он редко. Ну, просто вот недавно эту тему обсуждали. Просто физически, потому что их меньше продано, этих аппаратов. Поэтому они... У нас как-то принято приобретать более консервативные цвета. Максимум красный. Вот как данном случае 11-й был. Так, и здесь у нас очевидна проблема. По аппарату разбить дисплей поврежден. Владелец вроде бы писал, что Face ID в порядке. И это очень важный момент. То есть сейчас это проверим и установим оригинальный экранчик. Ох, тут как. Да, вот так вот красивый такой дэмидж. Так, давайте проверим функционал. Владелец для этого предоставил пароль. Это необходимо сделать. Сделано это перед началом работы и так же после. Обязательно. Так, ну и в таком виде, да, немножко вот так забелесил экран. Добавим альтернативный внешний вид. Приступить. И я тут в таком домике. Да, есть считывание. Не заметил, да, и вспомнил, что у владельца еще проблемы есть по динамику. Он прямо так дребезжит. То есть даже вот при этом интерфейсе там такой звук характерный. Пим-пим-пим-пим-пим. И прямо такое дребезжание. Здесь, скорее всего, забита просто решетка слухого динамика. И от этого такой эффект есть. Это именно в стерео режиме, когда сверху звук идет. Так, да, есть второе считывание. Все окей. Да, удивительно, но фейс выжил. Обычно, когда разбиение в этом месте, он повреждается. Но все окей. Так, открываем. Меняем экранчик. Так, да, аппарат у нас не скрывашка. Так же вся влагостойкая проклейка оставлена по периметру в нетронутом виде. Ее не станем не обновлять ничего. Она в идеале. Давайте посмотрим по динамику. Я думаю, что там просто забита решетка вообще конкретно. Из-за этого такой эффект как бы дребезжание получается. Ну и да, совершенно очевидно, что решетка не проглядная. Не проглядывается вообще. То есть от этого и возникает такой эффект. Собственно, здесь суетить не будем. На новом экране будет новая решетка. И все будет в порядке. Так, и первое, да, что сделал, это подглядел ревизию на экране, потому что на XR это важно соблюсти. И у нас идет C11. Так, на оригинальчике также необходимо удостовериться, что у нас хоть вот тут и на мешочках на всех подписано, но проверить не помешает. Так же у нас идет C11. Так, контрольно подключил, проверил экранчик перед финальной сборочкой. Вырубаем, собираем. Кстати, вот такой интересный момент. Да, показывал вот эти яблочки все, но вот не всегда они есть на самом деле на шлифах. То есть вот идет такой ромбик, в данном случае на шлифе, так же, как и на родном экране. Вот он. То есть вот этот момент немножко не могу понять. На батарейках так же бывает. Допустим, на XS Max батарейки старого производства есть, где идет ромбик. Новое производство, выше 20-го года, там уже идет Apple logo. Вот этот момент тоже немножко так непонятен до конца. Как бы я думаю, что его даже и не узнать, и не понять, и не обосновать. Почему-то иногда есть, иногда нет. Так, ну и да, здесь у нас новенькая решеточка. Сейчас, соответственно, проблемы по звуку не будет как таковой. Все в порядке? Закрываем? Так, друзья, все по красоте, как никого и не было. Закрываем? Так, друзья, финально проверяем. Важна работа Face ID, потому что очень пережаю за этот момент. Так, сейчас проверить довольно просто, когда добавлен альтернативный внешний вид. Я просто блокирую, и он меня узнает. Все окей, все по красоте. Так, так же, калибровочки Трутон переписал. Все отлично. Еще раз, работа сенсора. Так, и да, как проверить еще по динамику? Давайте сделаем простую вещь. Все четко. Я думаю, у владельца не будет вопросов вообще. Кстати, в данном случае, наверное, владельца, потому что цвет очень красивый. Так, подарочек и отправляем. Лешик, дай стекло на эксорочку. Третья ячейка. Спасибо. Так, стекло с обезичкой. Так, все отлично. В сторону. И продолжаем. Так, да, продолжаем. И сейчас еще небольшое тоже сделаю включение. У нас опять очередное отправление, очередное приобретение. Это из города Череповецк. Да. Это уже на самом деле очень приятно, что стал наш постоянный клиент. У нас приобретал неоднократно там элементы питания и все прочее. И вот сейчас выбрал себе телефончик из нашего магазина. Телефон XS в идеальнейшем состоянии. Вообще, вот я специально сейчас его хочу показать. Да, сейчас мы заменим на нем батарейку. Соответственно, попутно все покажем. Опять же. И вот телефон в очень хорошем состоянии. Вообще, просто в идеале. Экран, видимо, старый владелец пользовался точно наверняка с защитным стеклом, потому что здесь, ну, вообще ни пылинки, ни сыринки. Вообще просто в идеале. Так, заменим. Откроем для замены аккумуляторной батареи. Да, напоминаю, что при замене батарейки, начиная как раз с XS, в настройках не будет показано состояние батарейки, вот как сейчас, и, соответственно, просто нельзя будет посмотреть ее объем текущий. Но сейчас эта вещь такая по времени, полтора года, в принципе, и менять батарейку нужно. Так, делаем. Тут попутно еще человек у нас много всего приобрел. И стеколки, и чехолки, батарейки, и провода. Так, батарейка, это вот как раз она и есть. Так, делаем. Так, ну и да, это вот у нас не вскрывашка, вообще не валяшка. Первый, кто ее открыл, эту телефону. Проклеечка также осталась полностью по периметру в нетронутом виде. Так, меняем батарейку. Продолжение следует... Так, ну и да, ребята, здесь небольшое отключение. Настекуски, да и все прочее. Так, батарейку излег. Да, батарейка получается по дате 18-й год. Обслужила свое. Так, напомню, да, батарейку предлагаем оригинал. Вот родная, с элементом принадлежности. Это Apple Logo. Так, да, ребята, тут опять отвлечение. Да, хотел показать, что по батарейке. То есть, вот как раз-таки тот момент, о котором я говорил. Иногда есть Apple Logo. Иногда есть вот такой вот ромбик. То есть, тут вот буквально сегодня столкнулся с XS Max. Там была такая же история. То есть, более новая батарейка. На ней была... На ней была... На более старых идет непосредственно яблочко. Яблочко. И как раз-таки вот... Да, вот еще одну батарейку тут посмотрел на снятых на XS. Вот так же идет ромбик. То есть, вот идет... Не понимаю, почему эта разница есть. То есть, батарея 18-го года. И вот здесь тоже 18-го. Но есть различия на них. То есть, да, вот родная батарейка тоже там из другого телефона. Вот родная из этого. Есть различия в этих маркировках, но вот это может быть, да. Так же, как показывал на десятке, часто бывает без яблока. И бывает также с яблоком вот здесь спереди. Батарейка оригинал. Сейчас на флешере чекнем. Все в порядке, посмотрим. Так, продолжаем. Продолжаем, а то это не закончится. Так, все, друзья. Закрываем телефончик, и он у нас отлетает к новому владельцу. Так, что-то тут тучи сгущаются, как говорится. Дел очень-очень много, меньше не становится, только больше. Так, это вот что называется, не возим телегу. Или как правильно это сказать, не возим коляску, а телега впереди еще. Так, так же поклеим стекло. Указание от владельца. Нового владельца. Обезьянка. Обезьянка, ты готова? Ложиться. Сегодня и обезьянок этих наклеили, там на все модели, там на все вообще тут. Тут просто вообще. Так, стоп, стекло не той системы. Это 6,5, это большая обезьянка. Так, а вот маленькая. Подписывайтесь на мой канал. Так, тарелка. Делаем, что это будет. Так, ну да, обозначу, напомню такой момент, что мы получаем важное сообщение об аккумуляторе, когда батарейка у нас заменена, это как раз таки начинает с XS, но по истечению там что-то там 14 дней оно пропадет и в настройках уведомлений, тут тоже так же первый раз появляется, после этого уже все, здесь нету, через срок пропадет и здесь, так, да, все в порядке, здесь по аппарату все проверено, полностью функционал, все отлично, все в порядке, так, череповец, вам привет, отправляем и продолжаем. Так, друзья, да, продолжаем, и у нас посылочка из города Саратов, я там, да, я вот немножко как-то сказал неправильно, череповец, город Череповец, телефончик у нас приобрел, да, спасибо вам большое, вам большой привет, все по красоте там отправили, так, здесь у нас должен быть iPhone X, а не, сейчас как многие скажут, что я неправильно сказал, iPhone X, iPhone X. Так, и у нас повреждение довольно сильное, довольно серьезное, и опять-таки есть вопрос, вот здесь тоже, здесь вот с этой стороны разбитый, здесь тоже идет такой довольно чувствительный элемент, это инфракрасная камера, и это опять же вопрос о Face ID. Так, по-хорошему это проверить, а, ну хотя в принципе у владельца вроде бы не было здесь никакого нарекания, и даже вопроса не возникало, это говорит о том, что наверняка работает Face. Да, пароль нам в данном случае не потребуется, меняем сюда батарейку и экранчик Original. Ух ты, интересная какая штука, вообще первый раз такое вижу, ребята, телефон не вскрывашка, а здесь вот такое повреждение, ну это как сказать, мы называем это шубой, это вот обратная подложка экрана, она в принципе не имеет какой-то там практической пользы, ну это как больше эстетическая вещь, и вот здесь вот эта так называемая шуба, она полностью повреждена, прям куска ее нет, первый раз такое вижу, телефон вроде как не вскрывашка, вообще сильно удивлен. Да, опять же аккуратно открыл, влагостойкая проклейка вся внутри, не знаю, может быть это мененый экран, может быть это, ну это оригинальный экран, это факт, но вот шуба повреждена. Сейчас покажу, о чем я говорю, может кто-то не понял. Так, и да, вот наш оригинальный экранчик. Так, опять отвлекся. Так, ну и да, оригинальный экранчик наш, ну и вот это то, о чем я говорю, это вот эта шуба. И как это в принципе, а, ну вот смотрите, вот тоже есть немножечко на нашем. Ну я да, объясняю, что это такой как бы эстетический момент, то есть она как бы практической пользы в себе не несет никакой. Да, наш новый экранчик, это так называемый с разбора Но вот у нас, да, объяснимо, то есть этот экран реально снимался С другого телефона И там, ну, может быть, снимая верхнюю часть датчиков Либо что-то, в данном случае шубка повреждена немножко Но это не абсолютно, это никак, это кроме эстетики Никакого эффекта в себя не несет Это, так сказать, такой педантичный момент В остальном тут все, конечно, окей А здесь вот такая вот есть, вообще, как бы, просто куска нету ее Очень интересный момент, первый раз такое вижу вообще, на самом деле Может быть, может быть, мененый экран, может быть, также с разбора, не знаю Так, в остальном все окей, меняем батарейку, меняем экранчик Дело в 2 копейки Не в денежном объявленте, а в том, что довольно быстро это все Так, очередной камбэк из отключений Так, на чем мы остановились? Да, по шубе мы объяснили Шуба здесь поношенная Не знаю почему, честно, первый раз вижу Если это не скрывашка, то это вообще Вот при том, что, допустим, человек бы так пользовался, да Обратился бы по гарантии в Apple И вот не знаю, что бы Apple в этом случае сделала То есть, ну, вот вообще, как бы это, да, это Это какой-то, ну, не знаю, модификация там, либо что-то Наверняка бы, думаю, что отказали бы даже в гарантии Вот, вот, наверняка бы так и произошло Потому что, ну, вот такая вещь Не знаю, пусть, может быть, владелец напишет историю Что было с аппаратом, что не было Так вот даже само интересно очень Шубка поношенная Продолжаем Так, прежде подключим с новым экраном Проверим функционал и работу экрана Так, ну, у нас стандартная проверка перед сборкой экрана Это на белом фоне Саунд тест Сенсор полностью работает Все полностью окей Да, это делаем на всякий случай Потому что на десятках тоже есть такой момент ревизии Он не частый очень Но вот когда он попадается Там прямо бывает такой телефон попадается Что на него один, второй, третий там экран И они все не подходят Поэтому всегда необходимо проверить Все окей, собираем Так, экранчик собрали Сейчас нужно переписать данные калибровки трутом Ну и да, тот момент, который как раз по батарейке говорю Что они есть разные С яблочком и без Это на самой батарейке Но на X-ах везде есть это лого на шлифе контроллера Вот оно Original Так, ну и да, у нас батарейка 18-й год Так, да, еще интересный момент Вот покажу, с чего начался сегодняшний день И вот к этим вот маркировочкам Вот почему я не стал обращать внимание Просто сам заметил сегодня интересную штуку Сейчас покажу Да, сегодня день начался с такого интересного вообще телефона Это было 10S Max От нашего клиента Постоянного, можно сказать Местного И вот он подошел с таким телефоном Приобрел телефончик Он был восстановлен официально 10S Max И в нем у предыдущего владельца Вздулась аккумуляторная батарея Он заряжал более мощной какой-то зарядкой Каким-то блоком Неизвестно каким И прямо подперло экран изнутри Там, к сожалению, еще не показал этот случай Просто там с утра довольно рано это было Но вот объективно Первый раз такое вижу, кстати, на этом телефоне Это 10S Max Просто вздулся нижний вот этот блок Причем до такой степени, что у него в настройке телефона Пропало состояние аккумуляторной батареи То есть там был прочерк И снял батарейку, увидел вот эту маркировку Как сегодня ранее сказал, что вот на большинстве батареек Который видел до этого Самих телефонов 10S Max Здесь не идет вот эта Apple Logo Ну и вот, соответственно, сегодня вот эта всякая нитель Вокруг этого строится Где-то оно есть, где-то оно нету То есть сама батарейка, естественно, оригинал Но вот они разные идут, маркировочки То есть вот это вот впервые увидел на 10S Max И вот обратил внимание, на 10S тоже они разные бывают То есть там бывает иногда ромбик И иногда бывает Apple Logo Это просто к чему такой момент, что многие задают вопрос Там у нас сейчас и приобретают батареи, еще что-то И вот такие вопросы задают Там, а где вот это, где вот это, где вот это Вот, ребята, все показал, объективно это видно То есть они бывают такие, такие, такие Так, 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 так Да, это так для информации Здесь продолжаем А, и давайте глянем на флешере состояние батарейки на X То есть на каком проценте уже потребовалась замена владельцу Ну да, в принципе, это довольно стандартный объем Это 84% 2018 год Так, новая батареечка, объем 101 Устанавливаем Так, я вспомнил, что собрал телефон череповец, а батарейку там не посмотрел Но чтобы не было сомнений, покажу еще одну такую же новую И это именно с ромбиком И покажу, что это непосредственно оригинал Да, соответственно, статус оригинал Вот объемчик тут 99, это просто батареечка немножко у нас тут в пользовании, тестовая, так сказать Ну вот такие же батареи мы и предлагаем в продажу Так, здесь все в порядке, закрываем Так, все окей, закрываем Так, сделаем, конечно же, обезьяночку в подарок Кстати говоря, вот здесь интересный такой дэмэдж Интересно, было ли стекло защитное, либо что произошло, что да как Интересно, непонятно Ну и вот да, мы с вами увидели такое понятие, как подтасканная шуба Ну и да, я сегодня уже сбился со счету, какая-то обезьянка Где-то седьмая, либо восьмая Так, вылазь давай Сегодня повышенный расход обезьян Так, ну все у нас отлично, друзья Это покой мы отправляем в Саратов, возвращаем Так, я думаю, что на этом все Тут немножко еще всего вообще много, но тут уже что-то вообще Пленка заканчивается, как так сказать И у режиссера мощности тоже садятся Так, на этом все, всем привет и всего! Субтитры сделал DimaTorzok